привет для создания точки восстановления windows 10 необходимо нажать на пуск правой кнопкой мышки выбираем система далее выбираем защита системы открывается окно свойства системы где находится настройка параметров восстановления управления дисками а также удаление точек восстановления здесь есть маленький нюанс точку восстановления вы не сможете создать пока не в включите защиту выбрав диск нажав кнопку настроить на экране увидим два диска диск d и c обычно на диске c располагается windows его называют основным а диск d второстепенным так вот если мы выбираем сначала диск d то включить защиту системы не сможем поэтому изначально выбираем диск d система настроить включить защиту системы применить и окей отлично защита диска c включена теперь мы можем включить защиту на диске d опять-таки если вы хотите создать точку восстановления обоих дисков если вы хотите создать только один то выбираем один из приведенного списка далее будем создавать точку восстановления для этого необходимо нажать кнопку создать открывается окно создания точки восстановления необходимо задать имя данной точки восстановления назову ее как-нибудь дату не обязательно писать так как она сама по себе продублируется. Пошел процесс создания точки. Обычно он длится недолго, но на слабеньких компьютерах может занять чуть больше времени. У меня данное действие заняло около 10 секунд. Наверное потому что стоит SSD. Точка восстановления создана успешно. Теперь создам для диска D. Проделываю аналогичные действия, защита системы и точка восстановления пошла создаваться. Отлично все создано. Теперь давайте посмотрим как восстановить систему или вообще посмотреть создана ли наша точка восстановления. Для этого нажмем на поиск. Пропишем восстановление. Нажимаем. Далее мы выбираем запуск восстановления системы. Открывается окно восстановления системы. Нажимаем далее. Где видим наши два диска на которые мы создали точку восстановления. С датами и точным временем его создания. Для восстановления выбираем необходимый диск и нажимаем далее. Но дальше пройдет процесс восстановления. Также есть один очень важный нюанс о котором я хочу вам рассказать но для начала хочу вас попросить подписаться на канал и поставить лайк под этим видео надеюсь оно вам было полезным продолжим очень важно не выключать защиту системы если вы все-таки это сделаете точка восстановления само удалиться в ее не вернете придется создавать по новой или куда хуже у вас навернется система со всеми настройками данными и так далее а также важно знать то что все настройки браузера программ игр и так далее на момент создания точки восстановления вернуться при откате все то что вы установили после создания точки восстановления не сохранится на этом видео подходит концу благодарю что смотрели данный ролик надеюсь у вас все получилось до новых встреч пока пока